Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня у нас выходной. Ух ты, как он там лес пилит. И мы приехали. Видите, погода плохая, дожди. И нужно срочно купить, потому что на квартире у нас там поломанные есть, вертолеты называют, сушку для белья. И сегодня мы решили в новой линии купить новую сушку. Потому что с машинки достаешь, на улице не повесишь, оно еще влажное. Развешивать просто по диванам и по креслам, потом обшивка дивана мокрая. Поэтому народа полно. Когда здесь не бывает народа, я не понимаю. А, нет, где стоят эти тележки? Вообще какой-то пенек едет так. Так что мы приехали за... А, может, и тут встать. За сушаркой. Ну, походим по магазину, посмотрим, что здесь продают. Так, вы меня просите, что... Вот капусту квасила, не видно, где эта капуста. Вот сегодня приедем с магазина, приготовим какой-то ужин, что-то на ужин. И у нас домашнего маслочка, конечно, если бы купить, да, Сашок, конечно. Бельш-менш. Бельш-менш. У моего Саши бельш-менш. Я люблю капусточку с лучком и с домашним маслочком. Надо купить две луковицы таких, знаете, красных. И вкусно получается. Капустка ничего получилась, но она такая, знаете, сильно-сильно тугая. Ну, я говорил, что каменная голова. Ну, ничего, мы уже ребята кушали, пока я... Фу, что так воняет тут, а? Слышишь, Саш? Да. Чем-то воняет сильно. Так, ну что, сначала в Новую линию или в Эпицент? Или в Фозе? В Новую линию. Ну, пошли в Новую линию. Вот там. Видите, это у нас такой один большой магазин, в котором скупляются все здесь скидки. Это Фозе. Идем сюда, вот сюда, вот там зайдем. И тут все время, вы знаете, мы вот делали ремонт, покупали на большие суммы денег. Тут всякие, все время акции. Но я забывала за эти акции, на розыгрыше не приходило. Естественно, если на розыгрыше... О, видите, опять такое там что-то дарят, передаривают. Здравствуйте. Приходишь, а розыгрыш прошел. Поэтому они не звонят по телефону. Нужно участвовать в самом розыгрыше. Вот смотри, какая кухонька 1599. Ничего можно на летнюю кухню поставить. Ну, магазин, ну что, магазин как магазин, я не буду вам ничего тут показывать, потому что я не являюсь ихним рекламодателем. И, собственно говоря, что это... Комфи, это... Господи, Комфи. Новые линии, это по всей стране. По всей Украине у нас магазины. Поэтому я не буду вам его показывать. Магазин как магазин. Сейчас пойдем искать сушарку. Ой, долгие, смотрите, какие красивые, да? Особенно белые вот это. Смотрите, ну, просто супер. Ну-ка, я сейчас сяду в нее. Опача! Ах, красота! Смотрите, да? Ой, так удобно. Я уже сто раз на такой гойдолке сидела. Но она стоит 6 тысяч. Я вообще не понимаю, за что. Это же все синтетика. 6 тысяч. Ну ладно, почти это будет ругать еще. Чтоб селось в эту. Красота. Когда они подешевеют, я не знаю. Вот коричневая красивая. Смотрите, уже Новый год. Боже мой, да еще ж так рано. Еще ж... Завтра только ноябрь начинается. Все, Новый год. Ах, как оригинально сделано снег. Видите, игрушки, елочки. Все печально чуть-чуть. О, какая веточка красивая. Да, Саны? Наверное, самому так можно сделать. Очень красиво. Игрушек тьма. Смотрите. Деды Морозы. Какие шары. Вы видите, какие шары? Смотрите. Где такую елку взять? А идем посмотрим по ценам на елочке. О, смотрите. Год петуха, наверное, будет, да? Какие пивники красивые. Ой, кукарекул. Вот петуха. Ой, Саша, вот эти маски. Ты не хочешь маски такие помять? Мы с папой не все время меряем. Ага. Ой, а какие, смотри, красивые гирлянды с сосны. Ну, вернее, искусственные. 300 рублей. Ну, она ж хватит ее на всю жизнь. Смотрите, какие яблочки красивые. Сколько? 498. Ну, конечно. Ялынок, тьма. Купил одну себе. А что это за забор такой света? Посмотри, Сань, да? Оригинально. Что это? Смотри, как пообрезали, сделали такой забор. Красота. Или это под елку, Саша? Мороза под елку. Красиво. Вот идем маски посмотрим. Мы так любим в Киеве маски эти мерять, Сань. Смеются родители. Смотри, какие красивые. Посмотри на мальчика. Здравствуйте. Ой, какой ты ужасный. Не пугай ребеночка. Да. Мы не знали? Ага. Саша, какой ты хочешь померять? Вот эту хочешь померить? А я не хочу. А мы меряем. Там горшок. Вот померяй, Сань. Ну, пожалуйста. С горшком. Не, горшок сними. Вот так, да. Попаяни все время меряет. Ты что, мы там прикладываем. А ну, померяй, померяй. Не, классные масочки. 200 гривен. А не пугайте вы ребенка. А ну, Саша. Он только, оно воняет слишком только. Ёлки бабы. Представляешь, Саша, на воде. Ай, какой ты страшный, Саша. Ты очень страшный. Давай сюда. А какой еще тебе предложить померить? Ой, я хочу добряком быть, Сань. Я хочу, чтобы ты был добряком. А ну, померяй вот эту, пожалуйста, Сашунь. А, ты хочешь быть боксером Тайсоном, да? А ну, давай, одевай. Это равносильно, что одеваешь этот, скажи мне, круг на голову резиновый этот шину. А ну. Саша, ты что, вообще прикольно. Саша, я рада с тобой познакомиться. Ты Тайсон? А ну, вот эту вот, пожалуйста, добряка померяй, Саша. А вот это Хэллоуин. Давай, давай эту. Супер вообще. Померяй добряка. Да ложи там, и все сделай, Сашуня. А ну, не вешать питайте. Можно мы ее? Вы на праздник идете? Саша, на, просто добряка одень. Ну, я хочу, чтобы ты одел Шрека. Ну, пожалуйста. Ну, одень. Ну, что тебе вашу. А ну. Скажи привет. Ой, красивый ты. Здоровая она тебе, да? Ну, тут ты. На Вовку. Ну, Вовке. Ну, она 200 гривен стоит. Можно было подать. А вот, смотри, какие. Саша, для Хэллоуина вообще бомба. А вот тут омерил и разорвал. Видишь, она очень слабенькая. Ой, смотри, а вот родственник, Саша. Родственник. Не хочешь родственника померить? Нет, не хочу. Ну, смотри. Родственник это супер. Вообще, типа, там грязь. Ой, вообще ужас, конечно. А вот такого рогатого не хочешь? У него зубы классные. Боже, смотрите, как это все сделано реалистично. Смотрите, какие зубы у него. Вы видите? Вот смотрите. Вот так вот делаешь. Оно, ух ты. Обалдеть. Ну, ты, конечно, Тайсон классная. Это кто? А, это я не такую. Это я могу померять такую маску. Не надо. Ку-ку. Вы меня узнали? Это очень легко одевается. Она такая вонючая все вообще. Но вообще супер, представляешь? Приходишь в компанию. Вообще. Ой, боже, как страшно. Посмотри на этого. Вы хоть ребенка не испугайте своего. Боже, какого маленького ребеночка держать на руках. Не боись. Сейчас ребенок, на дай бог, взлякается. О, какой красивый мужчиночка под маской. Ку-ку-си. Папа, синяк, ничего не боимся. Боже, красота. Он ничего не понимает. Да понимает он все, что же он не понимает. Знаете, какие шары. Боже, какая красота. Я так люблю Новый год. Я так люблю праздник Нового года. Да, вот смотрите, 2017-й это праздник, то есть год петуха. Так, пошли. Фу, мне Саша что-то от этой маски затошнило, честно говоря. Так, пошли искать эту сушарку. Где она продается, Саша? Не знаю. Сапог, смотрите, сколько. Кому нужны сапоги? Вот, пожалуйста. Так. Ну все, тут ничего больше интересного нет. Не буду даже ваше внимание занимать. Колеса, все, обои. Ну, у женщин одни спросы, у мужчин другие. О, смотрите, женщины какие моднявые ботиночки. Вы видите? Пантера. Так цена, о, 312 гривен. Там мама родная. Так, ну что, пошли мы сушарку искать. Вот нашли мы тут сушарки, но этих сушарок мама не горюй. Вот такая вот 228 получше. Вот вообще 177. Она такая хлипенькая, хлюпенькая. Мне нравится вот это. Вот где я ее делаю? А, Саша ее забрал. Вот такая сушарка. Она неудобна. Вот смотрите. Ну, носочки повесить, брючки. Она какая-то вся такая тоже, вся ходуном ходит. Надо, чтобы она была такая. 377 гривен. О, 300. Вот давай вот эту и возьмем. Давай. Батарея разряжена. Это шикарно, шикарно. Все, короче, батарея разряжается, а мы покупаем это вот вроде такая мощная. И самое главное, что она одна. Я люблю, когда забираешь последнюю. Вроде такой дефицит, что невозможно. Ну, вот смотрите, 324. Но она такая тоже хлипенькая, как за 177. Так, все. Значит, батарея сейчас сядет. Встретимся уже дома, наверное. Все, пошли, Сашук. Что ты хочешь? О, привет. Это батарея, блин, седая. Уже дома я вывешивала белье на улицу. И смотрите, как хорошо. Саша, сейчас включу свет. Смотрите. Видите, все белье влезло на эту новую сушарку. Посмотрите, сколько черного я повесила. Шикарно. Смотрите, и полотенце через два. То есть, хорошее, качественное. И здесь свитерочки, и полотенце вот такое, вот смотрите, мощное. Это я купила себе полотенце. Ну, давно уже купила. Вот постирала его первый раз. Но не полиняла. Честно говоря, для меня черное как-то, знаешь, немножко непривычно. Ну, смотрите, она такая устойчивая, аккуратно все здесь сделана. То есть, все. Теперь сушарочка здесь у нас, вот смотрите, батареечка вот оно. И оно будет высыхать элементарно. То есть, хорошая, хорошая вещь. Вот все. Обновка уже есть. Так, ну что ж, что-то надо приготовить, конечно, покушать. Я сейчас быстренько съезжу, потому что Саша мне позвонила, что нужно ехать на собрание. Там по-польски какая-то пани приезжает поговорить насчет поступления. Ну, а потом будем ужинить. Смотрите, на улице день-день скоро. Как темно. Наверное, снег будет. Так, ну все, собирайся, Алла. Я уже приехала с собрания. Очень жалко, что уже на улице темно. Видите, еще времени вроде немного. Сейчас уже 5 часов, уже темень такая, что просто караул. Так, ну, за это время Сашуня сварила картошечки и пюрешечки. Сейчас возьмем капусточку и будем кушать. Я вам покажу, какая капусточка получилась. Я уже ела. Очень вкусная. Такая хрустящая, беленькая. Ммм, с домашним маслячком. Все, идем на кухню. Сашуне ось купили, собственно говоря, продукты, которые она только любит. Она не захотела. Готовит, смотрите. Узнаете, что это? Да, это суши. Она очень любит суши, поэтому пусть кушает эти суши. Мы с Сашей не очень их любим, поэтому... Так, все, пойдем, Сашунь. Видите, как темно. Это вообще офигеть можно. Вообще ничего не видно. Саша, где ключи от машины положила? А ну, посмотри, нет ключей. Папе же надо машину поставить. Давай я папе сейчас отдам. Ой, как холодно. Ой, как холодно. Видите, уже ночь, ночь, ничего не видно. Боже мой. Сашуня, мы приехали. Что ты тут, уже наварил? На тебе ключи. А что там, икра посрывала, да? Да. О боже. Вот поэтому я еще и говорила, что запах такой был. Жарко ей там, Саш. Там будет все рвать в подвале у нас. Нет, все наруча же сходная икра. Так, ну и ставите машинку. Сейчас берем капустки, натягаю. Ой, картошечка пахнет. Все, давай. Капустку, смотрите, уже видите, сколько съели. Она такая беленькая вообще. Но, смотрите, видите, очень-очень сухая. Ну, не страшно. Так, набираем сейчас. Ох, яблочко, яблочко. Смотрите, какая она беленькая. А вот яблочки, которые мы с вами закладывали. То есть, это не подстава. Это действительно та капуста, которую мы с вами делали. Вот она такая светленькая. Смотрите, яблочко. Смотрите, какое оно. Сейчас попробую. Что вам сказать? Смотрите, какая беленькая капуточка, видите? Доставай капуточку. Белый квас. Саша, мы купили сегодня этот белый квас. А ну, пробуй. Ну, налей себе в чашечку, Саша. Как тебе? А теперь давай будем угадывать, сколько стоит бутылка такого кваса. Два сантиметра. Нет, неправильно. Давай еще раз угадывай. Не снимай, Валя. Ну, угадывай, сколько, Саша. Ну, удастся гривен. Нет, нет. А что, 40? Нет, меньше. 12? Нет. Вот это ты. Последняя. Последняя ставка. Две гривны. Две гривны. Бутылка, упаковка, 6 штук, 12 гривен мы заплатили. Папа еще не хотел брать, представляешь? Это вообще караул. Я говорю, очень вкусная. Так, ну что? Картошечка готова, смотрите, видите, кипит. Сейчас мы сольем и сделаем пюрешечку. Саша, давай вытаскивай капусточку. Давай, вытаскивай, натаскивай. Сейчас мы сделаем капусточку с растительным маслом. Лука я, наверное, не буду добавлять. Это яблочко. Какое доброе, попробуй. А потом сушами заезд. А потом Саша заезд двумя коробками суши. Ну, Саша везет, потому что мы с папой вообще их не едим. Как называются те, которые в кляре там жарятся? Темпура. Не, ну, темпура-то я понимаю. Ну, короче, там какие-то... Мы попробовали. Ну, впечатление, что рис пожарили в омлете. Ну, ей нравится, допустим. Так, все. Ну, хорошенечко возьмите. Все, давайте, я буду сейчас насыпать, потому что... Сашка не захотела с нами есть. А мы, смотрите, картошечка, пюрешечка, капустка и украинский продукт. То есть, пожалуйста, сало, видите? Вот так можно ничего не готовить, уже быстро, на быструю руку очень вкусненько поужинать. Ну, собственно говоря, я так хотела капусты квашеные, что просто думала, когда я уже приеду домой, чтобы покушать ее. То есть, мы не нарезали еще лучок, а просто-напросто, вот видите, какая она беленькая. Но все равно, если взять на рынок, которая белая, как снег, вот то салат, а эта квашеная капустына чуть-чуть такая кремовая. Так, ну что, кушаем, потому что Саша мне налил вот немножечко винца в чашечку, а себе он чуть-чуть беленький. Сегодня день водителя, и нужно, естественно, по 50 граммов. Да, Санечек? Ты там плохо, там очень темно, ты смотришься. Вообще, конечно, страшно, смотрите, на улице 5 часов, уже ночь, совсем ночь. Так, ну что, все, завтрак что-то приготовим, я не знаю что, но что-то приготовим. Все, пока, до завтра. Доброе утро. Вчера мы пробовали капусту, очень вкусная. Сегодня, смотрите, такая погода паршивая, и уже морозики были, и уже самое время уже нужно выкапывать георгин. Смотрите, видите, вот Саша выкопал, такие клубни хорошие получили. Смотрите, видите, какие вот, вот они. Но они очень-очень мокрые, их нужно немножечко просушить, потому что они пропадут. Видите, честно говоря, я вот смотрю, что, может, даже некоторые уже и чуть-чуть примерзли. И немножко, как говорится, зевака я поймала. Потому что морозы уже были, я была в Киеве, а морозы были, поэтому, может быть, уже и примерзли. Но ничего, у меня такое большое количество их, сейчас вам покажу еще вот здесь вот есть. Саша выкопал, видите, вот смотрите, видите, вон сколько их лежит, георгин. Так, теперь они вот сейчас пока даже нету, пусть немножко полежат, потом мы их сложим в мисочку, они должны немножко просохнуть. Я их поставлю туда, в летнюю кухню. А затем я возьму мешок, Саша, она берет песка, и прямо вот так вот в мешок засыпем песком, и до весны они будут лежать вот здесь, вот в этой летней кухне, вот здесь. Здесь у нас нету морозов, поэтому здесь нормальная температура. Ой, смотрите, а я вчера вам рассказывала, смотрите, белый квас, видите, вообще не просрочено ничего, целая упаковка 12 гривен. Бутылка стоит 2 гривны, это вообще караул. Так, ну что, смотрите, какая-то роза, столько еще маленьких этих пупырышек. Если бы не было морозов, цвело и цвело. Собственно говоря, вот листья уже падают, уже все. Все, но плохо то, что, смотрите, там где была слива, везде листья, они мокрые, их очень трудно смести. Я вот пыталась, взяла веник, пыталась все тут подмести, но никак не вышло. Так, утки уже спрятаны у нас, теперь нужно аиста забрать на чердак. Смотрите, вот эта трава наша, вот она, боже мой, тут будет так трудно выгребать это листье, это просто караул, уже черешня вся, листья сбросила. Ну ничего, немножко подсохнет, потом с грибу на огород это листья. Все это будет удобрение. Здесь вот Саша не выкапывал. Вот видите, какой красивый этот, как же он называется? Кампсис, видите, какой он лысый стал. Так, ну что, сегодня ничего готовить не буду? Нет, подождите, почему не буду? Буду, я сейчас приготовлю, вчера так мы быстренько на картошке. Сейчас я приготовлю, наверное, уху. У меня там есть голова сома в холодильнике, потому что мы с Сашей ездили опять на берег, там Саня смолил низ. Я была там, помогала ему, тоже красила краской. Скоро-скоро наш корабль будем на воду спускать. Значит, сегодня я думаю, приготовлю уху, поэтому сейчас мы попьем чайку с Саньком, и я начну готовить уху, я вам все покажу. Так, ну что, сейчас я возьму холодильники, вытащу. Так, где у меня тут сомик? Видите, как уже не жарко, то уже и морозилка сильно не намерзает в дедушке. А вообще, такой холодильник хороший. Вот здесь ставлю под низом, вот здесь, видите, там прямо ледик. И вот если, например, рыбу порезала кусочками или мяса, и не пожарила, чтобы не замораживать, вот здесь можно два дня ставить, то есть супер-холодильничек, дедушка. Так, закрываем. Теперь, что у нас тут? Сейчас посмотрю. А смотрите, мы приехали, я брала с собой на воду мои перчатки. Вот смотрите, тормозок, как я называю, яйца вареные, сосиску. Я говорю, Саш, вот яблочки, все привезла обратно, потому что холодно, есть уже не хочется. Я говорю, Саш, давай сейчас поставим чайку, чай мы попили, вот полный термос чая выпили. Я говорю, давай поставим чайку, да тормозок свой от зайца скушаем. Поэтому так, сейчас я возьму кастрюльку, выношу этого сомика сюда. Так, вот эта кастрюлька моя на 3 литра будет шикарно. И, собственно говоря, он у меня помытый, вот он, сом. Сейчас сниму с него целлофанчик, залью водой и поставлю варить. Но самое главное, почему эту тряпку сюда положили, а? Это уже стол вытирать. Так, в кастрюльку начнет кипеть, буду собирать пену. За это время я почищу картошечку, потому что я сделаю такой, знаете, даже не совсем уха, а как рыбный суп. Поэтому картошку почищу, порежу кубиком и брошу сюда. Но сейчас я наливаю водой и ставлю на печку, пусть он уже сом сильно мерзлый, очень долго будет нагреваться. Поэтому все, отправляю в миску, заливаю водой и на газ. Так, ну вот, все, поставила я на плиту. Вот видите, сом-соменко. Пусть закипает и за это время почищу картошечку. Так, ну что, собственно говоря, так жалостно, что тепло уходит, холодно. Смотрите, не буду говорить ку-ку, потому что одна женщина писала, ваши ку-ку меня просто раздражают, господи. Ну, сколько людей, сколько мне. Ни одним нравится ку-ку, вторым не нравится. А мне нравится ку-ку, это, знаете, как моя визитная карточка. Ку-ку. Вот видите, как уже одето тепло, куртка теплая. Это одежда, в которую я дома хожу. Сейчас Саша говорит, ну почему ты не хочешь в доме утюжить? Я говорю, а здесь тепло, у меня целая куча, я вчера настирала, вы видели, да, на новую сушарку навешала, целая куча глажки, поэтому я сейчас буду гладить. Я, собственно говоря, так люблю гладить. Ну, как, не то, что люблю, а меня успокаивают нервы. Рыбалка не удалась. Сейчас по утюжу, думаю, подумаю. Поэтому все, сейчас буду утюжить. Ну что, смотрите, сомик закипает. Вот эту вот пеночку мы должны собирать. Она нам не нужна. То есть бульончик должен быть прозрачный. Вот сейчас закипит окончательно. Долго кипит, потому что голова, вы видели, я прямо с морозилки достала и отправила, налила воды, поставила вариться. Поэтому не страшно, что в холодную воду. Нам внутри голова не должна быть сочная. Нам нужно, чтобы у нас был бульон наваристый. Поэтому можете отправлять в холодную воду и пусть потихонечку варится. Так, ну вот так вот потихоньку собираю пеночку. Так, я подготовила, смотрите, вот такую маленькую картошечку. Собственно говоря, манюсенькую, потому что когда у меня Саша выкапывает картошку, то он всю картошку крупную, а мелкую оставляет на поле. Нет, я всю-всю выбираю, вот такую маленькую. Я ее почистила, ничего не спеша. Тоже нервы успокаивает. И разрежу на 4. То есть маленькими такими вот кубиками порежу картошку. Вот такую вот маленькую морковку тоже добавлю. Я сегодня варю не уху, а суп рыбный, поэтому просто-напросто произвольно нарежу соломкой. Затем возьму луковицу, очищу кусочек чесночка. Луковицу целиком брошу и чеснок чуть порежу. Но чеснок я соединю с салом, чуть-чуть его мелко-мелко порежу. Что, Эва, я все вам покажу. Так, сейчас нарезаю картошку. Я нарезала, смотрите, как. Беру вот такую вот луковицу, не очищаю, целиком бросаю сюда, в бульон. Эта луковица даст нам цвет и, естественно, аромат. У меня в семье вареный лук не очень любят. Ну, кроме моего Саши. Но, извините, если я очищу, то от кипения луковица просто-напросто может разлезться. И потом там где-то будут попадаться кусочки. Целиком бросаю. Так, видите, собираю пеночку. Не солю, ничего пока. Значит, если у вас кусочки рыбы здесь, вот в этот момент, когда кипит вода, то есть кипит рыба, вы можете налить холодной воды, буквально 100 мл. Это для того, чтобы загортовать рыбу. Если у вас отдельные кусочки, чтобы они не разваливались. Потому что рыба будет вариться вместе с картошкой. Если вы хотите, чтобы у вас получился наваристый бульон. Поэтому не бойтесь, что рыба, ой, переварится. Нет, картошка нарезана у нас мелко. Вот я ее беру. И сейчас отправляю сюда картошечку потихоньку. Морковку пока не буду, потому что картошка сейчас закипит. И на поверхности появится у нас опять-таки пена. Белок свернется с картошки. Вот когда уже пены не будет, тогда я брошу морковку. Потому что вы понимаете, что если сейчас бросить морковку, то тогда она очень легкая. И вместе с пеной будете выбирать морковку. Так, все. Картошка у нас отправленная в кастрюлю. Перемешиваю. Видите, голова какая, сколько мяса. Видите, вот мясо, щечки. Ну, собственно говоря, щечки у нас мы, когда немножко сейчас проварится, я отделю. А голова пусть варится, чтобы она прямо разварилась. И все вот эти желирующие вещества, которые есть в голове, окажутся в нашем бульоне. Так, все. Собираю пенку. И пусть медленно-медленно кипит. Пока не сварится картофель. Так, ну что, продолжаем снимать пену. Вот сейчас уже вместе с картошкой закипит. Видите, сколько пеночки. Все равно есть. Как бы вы не старались, как бы вы тщательно не промывали рыбу, все равно пена есть. Это белок сворачивается. Ну и плюс еще, видите, какой цвет. Кожа получается начинает вывариваться, рыбки. И немножко темноват. Так, вот кипит хорошо. Сейчас я прикручиваю, накрою крышкой и пусть картошка варится. Дальше, смотрите, я взяла чесночок, вот он. Мелко его измельчила. Как же лучше стать, наверное, вот так. И сало мелко порезала. И просто-напросто ножом, если у вас есть ступка, в которой перетирают сало, это вообще отлично. Если нету, пожалуйста, мелко-мелко ножом вот такими вот движениями измельчаете. Так, морковка у нас здесь. Сейчас вот уже я прикрутила. И самое время мы можем забросить морковку, потому что у нас здесь уже пены как таковой не будет. Морковка. Так, и крышку. Беру крышку. Вот такая крышка стеклянная с дырочкой. Возду будет выходить. Накрываю. Все, пусть варится. Так, а я вернусь к луку с салом. Еще немножко порублю ножом. Этот процесс чем-то похож, вот когда вы делаете рубленый фарш. На эти, скажите мне, пожалуйста, боже мой. Памяти вообще нету. Девичья память. На люля-кебаб. Там обязательно нужно рубленое мяско. Вот так вот. Порубили ножом. Масса такая прямо как паста становится. Теперь добавлю сюда, прямо вот так вот, черного перца. Так. Вы еще, вы помните, ничего не солили. Ни картошку, ну и бульон. Рыба, бульон, картошка. Уже основа нашей ухи. Все-таки давайте будем называть это ухо и сома. Еще она не соленая. Все. Так, вот так вот все это оставляем. Так, дальше ждем, пока сварится картошка. Укропчик я нарезала. 15 минут прошло. Смотрите, какое медленное-медленное кипение. То есть, чуть-чуть просто дышит наша уха. Видите, какой цвет красивенький получается. Так. Ну, луковичка пусть пока поплавает. И такой, кое-где колечки жира рыбьего. Это супер, супер. Так, теперь мы можем посолить. Так, опять-таки, уха немножечко любит, чтобы она была солененькая. Но, вы солите по своему вкусу. Так, вот я добавила где-то столовую, хорошую столовую ложку. Так, что у нас тут? Вы смотрите, картошечка уже. Ну, попробуем. Картошечка мягенькая. Пробуем, как у нас. Ай, какая вкуснятина. Так, еще соли надо. Так, соль. Вот же, соль заканчивается. Смотрите, недавно пачку соли насыпала. Очень много соли едим. Так, ну что. И теперь я могу взять вот эту вот дощечку. С зажаркой, так называемой. И отправляем сюда сначала чесночок с салом. Так. Так, отправили. И зеленушку. Буквально 5 минут прокипит. И все, уха готова. Я знаю, что сейчас некоторые с сарказмом будут говорить. Боже, да разве это уха? Уху надо добавлять пшено. Да нужно еще лить водку. Я не против. Вот на эту кастрюльку миллилитров 30 водочки можно налить. А мы это сделаем. У меня где-то я видела, там немножечко есть. Так, вот все, смотрите. Сейчас закипит. И можно уже выключать. И тогда я достану луковицу. Сейчас попробую. Мммм, какой аромат. Чесночок, укропчик. По соли песня. Все, буквально закипит. Еще 5 минут. И выключаем. Наша уха будет готовой. Видите, как все быстро, просто. Вот сейчас я рядом, вы видите, вернее, слышите, шипит. Это я карамелизирую яблочки. Опять-таки в корзинке нашла яблоки, которые немножечко пропадают. Вот я их закарамелизирую. И завтра у меня там опять йогурт. Опять второй йогурт. И кислое молоко в холодильнике. Поэтому завтра я приготовлю дрожжевое какое-нибудь тесто. Покажу вам. И сделаем какой-то такой открытый или закрытый пирог. Большой пирог, чтобы побыстрее, собственно говоря. Поэтому все, сегодня прощаюсь. Мне приятно было с вами общаться. До свидания. Я вас люблю.